Почему Путин забил на пожары в Сибири и не тушит их? Почему Путин похерил Сибирь? Это очень просто. Потому что Сибирь, а особенно Тюмень, так вся, украинская и частично польская. То есть генетически и этнически она с Руси киевская или с Польшей. То есть в генах еще осталась та Сибирь, та украинская Сибирь, частично польская, бунтарская, культурная. В генах, в которых все еще теплится казацкий дух, дух вольного казацства, который непримиримо и нестерпимо относится ко всякому ущемлению, ко всякому сраному, путятишному тем более, чмошному, тоталитаризму и так далее. Вот он и похерил. То есть, как Ленин говорил, устроить голод, голодомор штучный, искусственный. А потом эти бедаки, после военного коммунизма, еще плюс к тому же, будут на четвереньках лезть и Кремлю в ножки кланяться. Они будут рады, что они живы. И они будут рады своему лачевному состоянию, своему рабскому четверо-раколазанью перед ворами кремлевскими, перед олигархами, перед беспредельщиками, перед криминалом, который там правит повсюду на России или в России, как хотите. И откуда ж они взялись там, в Сибири? Украинцы, частично поляки, еще какие-то нации. Да потому что земли те настолько обширные, настолько огромные, что людей столько не рождалось. Настолько сильно люди не могли размножаться на землях Москвы. И поэтому, а особенно царским режимом было, через свой тоталитаризм тоже царский, эта задача каким-то образом восполнялась, компенсировалась тем, что проводились репрессии, как в Польше, во время разборов в Польше. И всех инакомыслящих, того же самого Пилцузского, высылали в Сибирь на каторгу. В Сибирь на каторгу. Вместо того, чтобы протирать места в тюрьмах, прокармливать. Пускай они там осваивают. Потом целяные всякие неподлинные, прикомуняки тоже, выселки. А особенно прикомуняки, ну это гулаги всем известные уже. То есть вот такая практика и довела, привела к тому, что в Сибири живут преимущественно этнические украинцы, поляки и другие народности. И сами россияне в Москве, они там генетически, этнически в меньшинстве. Так что, как ни жаль, но народ там начал мимикрировать под вот эту вечно бухую, вечно забалдежную, ракоглазающую перед начальством, перед чмырями всякими культуру, к сожалению. Конечно, большая часть России, а это Сибирь, естественно, Дальний Восток там частично, Тюмень, опять же таки. Она, ну сказать, русифицировалась, это слишком туманное определение, потому что она же не могла русифицироваться от Руси Киевской. Она могла русифицироваться только от ракостоящего, ракоподданчества кремлевской, вот этой вечной тоталитарной машине, которая узурпирует как свой народ, так и все народы. Значит, она мимикрировала через ложь, через обман, через то, что ей генетически, этой части огромной конгломерата России, не принадлежит, не належит. Это характер и дух от Руси Киевской. Частично мимикрировали, конечно, и казаки, донские, кубанские. Над этим поработала, как культура царской империи, потому что не было своей, как таковой, культуры от недоношенных, ну и доношенных нормальных императоров России, королей, царей. Ну, Катерина II, немка, управляла Россией. И революцию сделал Ленин. Тоже не было своих, не нашлось. То-то ж, а и наибольшее поработали, это вот эти литераторы, скорее, матоиды, графоманы, которые превратили из вольных казаков, казаков Руси Киевской, Запорожского казакства, они отделили часть, то, что стало принадлежать Кремлю, и они под этот Кремль налаштовали и настроили казаков, которые потом начали вырезать украинских, потом на взаим это все пошло, то есть там стала править сатана. Кремлевская же, естественно. То есть принцип, сенс такой, что люди, простые люди, не китайцы же, да, россияне, там славяне, друг друга мордуют, рижут, уничтожают по приказу Кремля. А здесь люди обороняются. И им кажется, что те, которые убийцы, они выполняют какую-то историческую миссию, долг какой-то. Вот вам и долг горит Сибирь, наводнение в Иркутске, Кремлю по хрен. Потому что это Кремль. И остальная раса, нация, остальное народишко мимикрировал под этот Кремль. И составляет, не знаю, большинство, меньшинство уже, но составляет очень большой процент влияния, который постоянно этот Кремль, Кремля-заразу, и выбирает. Вместо того, чтобы бороться постоянно. Постоянно бороться. Даже вопреки какой-то, на их взгляд, здравой логике. Чтобы победить, нужно бороться. Чтобы сделать свою страну процветающую и справедливую, нужно бороться, а не мимикрировать. Под зло, под дерьмо. Отпускай! Пошел по улице, отпустите! Полиция, что куда вы делаете? Я гулял! Дебята, я гулял! Что вы трогаете? Да пришли по улице! Отпустите, пожалуйста, все вы начали. Ничего не делали! Как вас зовут? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...